Срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю освещать тему Woodmort. Это урок 42. Речь в этом видео пойдет о отзывах и вкладке. Отзывы – это часть функционала WooCommerce. Но шаблон Woodmort позволяет внедрить и расширить возможности отображения формочки до очень крутого вида. В настройки можно попасть в Woodmort, настройки темы, дальше карточка товара. И вот у нас вкладка «Отзывы». Здесь есть подсказки, как всегда. Первая опция – отображать как вкладки или отдельным разделом. Просто переключайтесь и тут даже на скриншотах видно, как вам больше будет нравиться. Дальше – столбцы. Вот у нас сейчас по умолчанию идет в два ряда. Давайте я какой-нибудь отзыв оставлю, чтобы было здесь что-то видно. То есть вот получается вот это мой отзыв. А вот здесь формочка для оставления отзыва. И можно посмотреть. То есть получается вот отзывы, вот формочка ниже. Наверное, все-таки смотрится поинтересней вот так. Дальше – столбцы отзывов на компьютере. Это можно решить. И это можно решить, сколько столбцов будет для планшета, сколько для мобильных устройств. Дальше – расположение формы. То есть это может быть именно формочка, куда вписывать комментарии, да, над или под уже списком отзывов других пользователей. Дальше – стиль. Есть первый стиль, есть второй. Всего два стиля. Давайте посмотрим, будут ли какие-то отличия. Ну, смотрится, да, поинтереснее. Прячется здесь аватарка. Обрамляется такой рамочкой. Для наглядности я оставил два отзыва. Далее нам позволяют плюсы и минусы. Два поля должно появиться. Сейчас мы это посмотрим. Дальше – возможность «Нравится» лайки ставить. Дальше – значок «Подтвержденный владелец». То есть будет подставляться иконка того человека, кто действительно оставил отзыв. Здесь на самом деле в самом WooCommerce есть настройки отзывов. Если вы сделали в обязательном порядке регистрацию на сайте, то есть обязательно человек должен зарегистрироваться прежде, чем купить товар, а также в настройках WooCommerce, в отзывах, можно сделать так, чтобы отзыв мог оставить только человек, который приобрел у вас товар. Получается, это более интересно, более правдиво будет, нежели вот этот функционал с иконкой, когда кто-то купил. Но на ваше усмотрение можете использовать. Дальше появляется дополнительная опция «Возможность сортировки». Также можно включить, посмотреть. Давайте сохранимся. Смотрим опции, которые мы включили. Вот появилась сортировка. Если отзыв очень много, да, можно отсортировать по последним, самые старые, чтобы быстро попасть к отзывам, которые вас интересуют. Также в формочке отзывов вот появилось два поля. Человек может указать плюсы, минусы. Появилась возможность лайкать. Вот я поставил лайк, это работает. Также у вас есть возможность дать людям загружать изображение. Если много людей, много людей будут загружать картинки. То, что они купили. Часто такое можно видеть, допустим, на Озоне или Алиэкспресс. Люди, купившие товар, фотографируют, какой товар он пришел. То есть распаковка и так далее. И здесь можете решать, сколько мегабайт максимального изображения. И вам будет писать здесь, что ваш хостинг дает вам загрузить размер до 64 мегабайт, допустим. Здесь совет от меня. Больше одного мегабайта не ставьте. Вот стоит один, чтобы картинка не превышала один мегабайт. Если вы, конечно, будете эту опцию использовать. Дальше. Требуется ли изображение. То есть обязательно загрузка изображений, иначе отзыв человек не сможет оставить. Это какая-то специфическая такая история. Кому действительно это важно для вашего магазина, вы это включите. Дальше. Фильтровать отзывы по изображениям. Должна появиться такой чекбокс, чтобы отсортировать отзывы по изображениям. Во-первых, появляется такая ссылка для загрузки изображения. Давайте попробуем что-нибудь загрузить. Вот я выбрал какое-то одно из своих изображений. Добавлю на одно изображение. Отправить. Вот появляется, как это вообще выглядит. Вот с плюсами, с минусами, с отзывом. Изображение будет открываться вот так в лайтбоксе. Все хорошо, все работает. И появляется, видите, вот такая штука здесь только с изображениями. То есть, видите, отсортировалась. Показывает только один отзыв с изображением, потому что здесь больше других и нет. Поэтому это все хорошо. Очистить список. Все хорошо здесь работает. Интересная штука. Вот эта вот сводка рейтинга. Давайте ее посмотрим. Если мы включаем, то сводка содержит рейтинг или критерий. Если критерий, то есть новая опция. То есть, вот здесь больше опции нет. А здесь сводный фильтр рейтинга. Тоже можно включить. Читайте описание. Будет на основе отзывов и рейтинга звезд. Здесь будет, видите, складываться. Внизу у меня формочка перемещается вниз. Плюс и минусы добавить. Здесь будут отзывы. А здесь будет сводный рейтинг. Прямо вот один в один озон. Ну и последняя вишенка на торте в плане комментариев, отзывов. Это рейтинг по критериям. Если мы это включаем, появляются дополнительные опции. Нужны ли критерии? Включаем. Да, нет. И у нас есть пять вариаций, пять возможностей добавить дополнительные поля. Чтобы человек мог что-то указать. Я покажу пример. Название пишем. Что человек может написать? Допустим, недостатки. Здесь слаг пишем просто по-английски. Обязательно английскими буквами. Название вот к этому полю. И получается, если я только одну заполнил, появится одно поле. Здесь пустые у меня. Соответственно, если хотите все пять, точнее шесть, если у вас действительно есть такие критерии, которые вы хотите запросить от человека, то можете все поля проставить здесь. Давайте посмотрим, как это выглядит. Это выглядит в виде звезд. То есть получается формочка вот оставить комментарий, отзыв. Вот видите, появилось новое поле. Обязательно, то есть звездами можно отметить не только ваша оценка, а еще недостатки. Ну, здесь любое название можете написать. И таких вот шесть критерий, чтобы человек мог звездами оценить. Здесь настройки у нас закончились. В этом видео мы с вами еще раз смотрим вкладки. У нас уже с вами есть вот такие вот вкладочки, как разбитие на отзывы. И есть некое на английском языке, как раз где ее поменять. И что там может быть. Какая-то общая информация. Во-первых, это ниже вот здесь. Во-первых, аккордеон. Как будет аккордеон. То есть сейчас у нас это как вкладки, да. Если мы обновимся, то у нас это будет вот так вот отзывы с прокруткой. И вторая вкладка у меня пустая. Мне, конечно, больше нравятся вкладки. Но если это аккордеон, то здесь дополнительные возможности. Здесь расположение вкладок. Разное может быть. И если вкладки, то можно скрыть заголовок вкладок. И вот эта вкладка, помните? Здесь может быть, допустим, видео. И здесь внизу, то есть это какая-то постоянная информация, которая будет во всех карточках дублироваться в этой вкладке. В виде текста. Либо можно подцепить HTML-блок. Об этих блоках я ранее говорил в уроках. И до всего есть возможности добавить таких три вкладки. Вот если пойдем на сайт, обновимся страницу, вот у нас появилась еще одна вкладка, демо. И здесь может быть какая-то информация. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов. Если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. То есть, никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в тело. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в тело.